Крым Гораздо комфортнее будет в одежде не сковывающей движения и в обуви, которая не натрет мозоли. Опытные пилигримы отдают предпочтение прогулкам без гида, а те, кто не уверен в собственных силах и в подсказках навигатора, обращаются за помощью к проводникам. Александр Батраков уже не один год знакомит искателей приключений с красотами полуострова и помогает новичкам собраться в путь. Саш, без чего нам не обойтись в походе на несколько дней? Ну, первое, что понадобится в походе на несколько дней, это, конечно же, там, где мы будем ночевать. Палатка у меня здесь самая простая, такую себе может приобрести каждый, в ней нет ничего сложного. Дальше у нас то, в чем мы будем спать, это, собственно, спальник. Более комфортным сон сделает каремат – туристический коврик из плотного материала. Дело остается за малым – подготовить место для ночлега. Для палатки стоит выбирать места без уклонов, так безопаснее, и не в лесной глуши, чтобы свести встречу с любопытными животными к минимуму. Как поставить палатку? Вот человек, который никогда этого не делал, научи, пожалуйста. Все очень просто. Сейчас палатки делают максимально простыми для установки. И действительно, ничего сложного нет, даже для новичка. Нужно собрать каркас. Трубочки вставляют одну в другую, они образуют дуги, которые накладываются крест-накрест. Затем к ним крепят нижний слой палатки, а сверху набрасывают защитный тент. И вот это вот сюда. Не стоит забывать о самом главном – о еде. Здесь чем проще, тем лучше. Кукуруза, гречка и тушенка, по-моему, начата любого походника. Интересно, что из этого получится приготовить. Готовить в полевых условиях нетрудно, если есть горелка. Удобно, быстро, безопасно. Тем более, костер можно разводить не везде. Если все же огонька не хватает, пригодятся сухой спирт, спички, дрова и цепная пила. Много места не занимает, а эффект не хуже, чем от классической. Ну, а если вы уже устали работать, то пилу эту можно превратить в пилу-дружбу, да, Саш? Да, давай ручку. Ну, все, да. Так. Сначала я. Так, а, точно. Теперь ты. Теперь я. Теперь осталось последнее, главное задание – отложить гаджеты и насладиться невероятными видами. Наталья Жадько, Евгений Гарбузов. Утром нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова